Спасибо. Второй вопрос. Как Москве оценивают активизацию западных стран на Южном Кавказе за последнее время? В июне прошли пятисторонние переговоры в Кишиневе. Подобные контакты уже запланировали на осень этого года, а в следующем месяце Баку и Ереван проведут очередной раунд переговоров на уровне МИД в Вашингтоне. Вы знаете, мы неоднократно заявляли, что ведем работу по нормализации отношений Баку и Еревана в трёхстороннем формате России, Азербайджан, Армения на основе заявления лидеров наших стран. Мы считаем комплекс трёхсторонних договорённостей безальтернативной дорожной картой для процесса примирения двух братских для России народов. В этой работе есть свои треки, своя динамика переговорного процесса, свои форматы, свои дополнительные инструменты. Мы не пытаемся ничего форсировать, мы идём по намеченному плану, реализуем всё, о чём было договорено. Для нас всегда остаётся приоритетом сближение подхода в Азербайджан и Армении, выработка устойчивых, сбалансированных решений. Именно такому подходу и именно такой работе мы готовы в дальнейшем всячески содействовать. Что касается действий США и Евросоюза, то, безусловно, возникают вопросы, чем вызвана их внезапная повышенная активность в сфере армяно-азербайджанской нормализации. Ранее, прежде всего, кстати говоря, со стороны Европейского Союза к закавказской проблематике особого интереса никто не проявлял. Сейчас же, видимо, поменялась конъюнктура. И давайте сошлёмся на опыт исторический. А он показывает, что навязываны извне так называемые мирные формулы, особенно которые рекомендуются и пропихиваются буквально в таком ускоренном режиме, ни к чему хорошему никогда не приводили. Нужно знать историю региона, нужно знать историю конфликта, нужно знать историю народов. Нужно это и знать, и глубоко чувствовать. И самое главное, быть заряженным на главную цель мирного, истинного мирного урегулирования. И ещё не менее важная вещь – не иметь какого-то, знаете, такого второго дна в своих действиях, а быть искренним в желании достичь именно этой цели и задачи. Редактор субтитров А.Семкин